Всем привет! Сегодня я вам покажу еще одну креативную стрижку короткую, такую задорную, озорную стрижку. Это моя любимая модель. Вы уже видели ее. Я делала ей боб-каре. Вам она, эта стрижка, очень понравилась. Но сегодня мы решили с ней изменить стрижку и сделать покороче. Но так как она у меня уже не один день ходила в боб-каре, решили сделать все-таки стрижку более озорную, более современную, более молодежную, как нам кажется. Значит, здесь я, естественно, как я и люблю делать, если вы заметили по моим техникам, я соединяю несколько стрижек в одной. И я вам показываю. Значит, затылок мы с вами стрижем. Техника у нас будет как у шапочки. Значит, что мы делаем? У нас с вами градуированная форма на затылке, как вы видите. И я под углом 45 градусов все стригу. Значит, мы отделяем по центру прядь. Она у нас является контрольной. Как я вам уже говорила, под 45 градусов я ее стригу. Укорачиваем мы ее, естественно, к шейке. Метод у меня идет техника прядь за прядью. То есть, у меня переходящая прядь. Некоторые называют ее транзитной. Как вам удобно. То есть, мы с вами стрижем. У нас с вами по затылку идет длина вся одинаковая на каждом уровне. Имеется в виду, скажем так, лево-право одинаковая. Естественно, так как у нас 45 градусов, вот тут, где я сейчас простригаю и проверяю длину, там у меня самая длинная часть, так как 45 градусов. Но если мы с вами будем проверять стрижку нашу в горизонте, то у нас на уровне горизонта, естественно, пряди все будут на одной длине. Вот я вам показала. Вот с этой стороны даже, видите, покрупнее получилось у меня снять. Здесь я показываю, что рука у меня под 45 градусов. И, как вы заметили, у меня, опять же, первая контрольная прядь была, скажем так, перпендикулярная полу. А сейчас у меня уже перешла я в диагональ. Для чего? Как я уже говорила в других стрижках. Это для того, чтобы вы держали спинку ровно, чтобы у вас спинка не уставала. Так как, когда мы переходим с вами на диагональные проборы, нам с вами становится очень хорошо видно наши контрольные прядки. Нам будет видно всегда и верхнюю, и нижнюю прядку, потому что мы уже простригли. Вот видите, обратите внимание, я делю пробор, который я только что простригла, делю его пополам и присоединяю новую прядь. Сейчас у нас идет с вами проверка. Нижний уровень пряди, как вы видите, под углом 90 градусов мы натягиваем в голове. Верхний у нас получается под 45. И проверяем. Таким образом у нас на одном уровне в горизонте пряди все будут одной длины. Эта стрижка как бы создает более равномерный эффект. И таким образом мы с вами стрижем шапочку. Ну, как видите, я эту зону простригла, и теперь нам надо ее доделать. Затылок я не хочу сильно выбривать, сильно оголять, поэтому я стригу, как бы выравнивая длину и смотрю, как растет волос. Просто если у вашей клиентки волос растет неправильно, то есть есть вихры поднимаются, может быть, волос растет в сторону, либо там наверх, то, возможно, вам придется тогда подбрить эту зону. Но у моей растет вроде бы как бы симпатично, поэтому я хочу не оголять совсем затылочную зону, а все-таки немножко, ну, как бы ее прикрыть, сделать ее, ну, как бы храму такую вот, припорошенную. То есть очень такой мягкий воздушный переход. Потом вы видели, да, эту фотографию, которую я вначале показала. Вот сейчас даже видно, что видите, вроде как волосы есть и вроде как бы их нет. То есть вот такой вот вариант, ну, более женственный. То есть я не выбривала ей затылок. Мне кажется, так красиво. Во всяком случае, мне так нравится. И я надеюсь, что моя девушка довольна. Видите, значит, я стригу методом поинтинг. Но давайте с вами определимся. Меня все время поправляют метод поинт-кат, может быть, метод поинтинг, да. То есть я все время говорю неправильно. Вы посмотрите, видите, как у меня зубчики видны. То есть я этим методом стригу постоянно. Значит, конечно же, если давайте разбираться в английских словах, что такое поинт, да, это, конечно, уже у нас кончик, либо точка, да. Поэтому каждый раз все трактуют по-своему. Значит, что такое у нас поинтинг? Это, естественно, техника моделирования прически. И она теперь, да, если раньше мы этот поинтинг использовали исключительно для филировки волос в сухом виде, то теперь это стал основным из методов стрижки. Этим методом мы и укорачиваем волосы, и сразу же филируем их одновременно. Но я сейчас дальше вам продолжу говорить. Я просто хотела вам рассказать, что мы перешли уже к следующему блоку. И мы, не меняя нашу уже простриженную линию, продолжаем ее. В следующем блоке мы, естественно, по центру отделяем опять прядь. Продолжаем нашу линию. Вот видите, я показываю, что у меня есть уже две контрольные точки, так как у меня с вами центральная прядь была перпендикулярно полу. Потом я перехожу в диагональ и вижу свои две контрольные точки, которые у меня получаются. И продолжаем стричь. Я вот все время останавливаюсь, чтобы вам видно было, как я беру пряди. Простригли и сразу же проверяете себя, подравниваете. Вот я еще раз вам показываю о том, что у нас проверка, все время натяжение идет одно и то же. Верхняя зона у нас должна быть длиннее, поэтому она у нас наклонена под 45 градусов. И опять же сразу же дорабатываете, чтобы потом не забыть и не пропустить ничего. Сразу же дорабатываете и вводите стрижку плавную. Вот если вы посмотрите, волосы же у меня как в мокром виде, но все равно достаточно объемно уже смотрятся. И не забывайте ракурс менять. Вы смотрите не только с самого затылка, но и подходите сбоку, смотрите с профиля, как выглядят. Потому что, конечно же, еще раз повторю, что рост волос у всех разный. И голова, форма головы, конечно же, разная. Вы должны четко определить, на каком уровне у вас должна быть самая объемная точка. И опять же, у нас есть иногда выступы головы, бугры, бывают кости торчат, поэтому вы тоже это имейте в виду. Перед тем, как делать короткий затылок, короткие виски, всегда прощупывайте форму головы своего клиента, либо клиентки. Не забывайте, что когда мы стрижем мужчин, это тоже основной, ну основное, это просто основное, чтобы форма получилась стрижки красивая. Она не уродовала, она наоборот скрывала недостатки, то есть подчеркивала именно красоту. Ну вот я, видите, простригла левую сторону и также все выравниваю. Не забывайте держать угол, потому что мы не укорачиваем длину. Но у нас с вами должен сохраниться угол 45 градусов. Видите, видно, что у меня стрижка именно уже дает объем, и мы объем поднимаем именно в макушечную зону, то есть в верхнюю затылочную зону. Простригаю я, опять же, видите, методом поинтинг, для того, чтобы создать мягкую, пушистую линию сзади, чтобы не было топорика. Еще раз повторю, я не хочу делать прозрачный затылок, то есть я не хочу делать совсем лысый затылок, как в мужских стрижках. Так вот, продолжим дальше по поводу метода поинтинг. Я перехожу, естественно, к следующему блоку, вы на него смотрите. Мы простригаем его точно так же, у нас с вами ничего не меняется, значит центральная прядь у нас берется контрольная. Мы продолжаем линию, как я вам показала, нашу под 45 градусов. Следующий, вот видите, я вам показываю, вот она линия 45 градусов. Дальше переходим на диагональный пробор. У нас с вами контрольная прядь переходящая, поэтому не натягиваем от лица, чтобы не создавать нигде удлинение. У нас переходящая прядь. Все пряди у нас одной длины. Дальше, значит, по поводу метода поинтинг. Так вот, так что не исправляйте меня. Значит, смотрите, у нас сейчас, какие бы вы источники ни брали, везде будут люди путаться. Это уже понятие поинтинг и поинткат уже немного стерлось. Поэтому вы должны четко понять. У нас существует с вами зубчатый срез, вот как я делаю. Он может быть только по кончикам, он может быть глубокий. Глубокий делается тогда, когда вы хотите большей текстуры придать своей стрижке. Более мелкий зубчик, он делается только лишь для размытия линии. Вот мелким зубчиком вы можете делать филировку. Когда мы с вами делаем, видите, я достаточно большие, глубокие зубчики делаю. То есть я делаю все-таки метод стрижки. И этот метод стрижки, он более долгий, потому что вам нужно четко понимать, что вы делаете. Но если вы уже привыкнете, полюбите этот метод, я вам рекомендую его, потому что после такого метода стрижка шикарно ложится. Ее можно, если волос тонкий, больше не дорабатывать. То есть на тонких волосах он будет у вас основным и единственным методом доработки. Поэтому, конечно же, пользуйтесь им, попробуйте. Просто шикарный. И, значит, что еще? Поэтому, так как уже изменилось понятие, вот видите, я оставлю опять под 45 к следующему блоку, так как изменилось у нас уже понятие, метод поинтинг мы теперь считаем методом стрижки. Поэтому давайте уже не будем сильно придираться к этим словам. Вы должны понимать, что если я называю метод поинтинг, значит, соответственно, я зубчатым срезом стригу. А поинт кат считается точка срез, да, точечный срез. Значит, и, соответственно, я что делаю этим срезом? Я облегчаю и филирую волосы в самом конце. То есть я срезаю как бы на одном месте. Я срезаю только маленькую точку, никакой не угол. Я углубляю ножницы. Если вы там посмотрите, где-то на глубину, может быть, сантиметра два пряди. И таким образом ввожу я в волосы свои ножницы. И это будут ножницы параллельно будут идти пряди, либо перпендикулярно вашим пальцам. Этот метод можно также, который поинт кат я называю, можно также использовать и делать на расческу. Поинтинг тоже можно делать на расческу. Но тогда он у вас будет филировочным срезом. И вы будете проходить только по краюшку, чтобы создать зубчики, то есть большую структуру для стрижки. Вот, поэтому не поправляйте меня. Просто вы должны понять, что вам больше нравится из этих слов. Главное здесь суть. Поэтому имейте в виду, что я когда называю понтинг, значит, это я срезаю. Вот, видите, я продолжаю следующий блок. И я опять же ввожу уже макушечную зону. Значит, и обратите внимание, я вам здесь показала, что вы должны прощупать, где у вас должна быть самая объемная часть. Нет ли у вас завала, нет ли вмятины на верхней затылочной зоне, на макушке, да, у клиента, у клиентки, у модели вашей. Потому что у многих нужно создать действительно объем. И вы должны определить, если вы смотрите с профиля свою, вы увидите, где ей необходим, в каком месте этот объем. Поэтому обязательно внимательно подходите к стрижкам, потому что просто элементарно стрижка может не пойти. Не по форме головы, не к лицу, вообще будьте аккуратны. И еще, когда вы стрижете и делаете короткие стрижки, обязательно посмотрите рост волос. Потому что могут быть неожиданности. Длинная стрижка, волосы под тяжестью провисают. А вот короткие стрижки могут у вас случайно взлететь. Бывает неправильный рост волос. Бывают растут волосы в сторону, вперед, назад, наверх, там, неважно. Укоротите. Как вы понимаете, волос будет очень неожиданный результат. Сейчас вот мы с вами переходим к макушке. То есть следующий блок простригаем. Как я опять же вам показываю. Натяжение 90 к голове. И мы уже с вами из градуированной формы переходим в форму равномерную. То есть мы с вами уже стрижем. Это все у нас равномерной формы. То есть 90-90. Мы повторяем с вами форму головы. Контрольной прядью, определяющей длину макушечной зоны, у нас является прядь, которую мы уже простригли с верхней затылочной зоны. В самом начале, когда я начала стричь этот блок, я вам показала. Ну и, как вы видите, у нас с вами переходящая опять идет прядь. То есть мы с вами сделали контрольную по центру и начинаем переходить. Ну, это, конечно же, будет лучше видно, когда я перейду на правую сторону, когда я буду стричь. И у нас опять вот эта макушечная зона, она будет совершенно равномерной. То есть длина будет одинаковая, что слева, что справа, без удлинения. Стрижем мы диагональными проборами. Но, так как это макушка, они уже называются радиальные. То есть у нас центр одна длина. То есть у нас с вами в центре контрольная прядка одна. Вот так скажем правильно. Вот видите, я разделила и показала вам. Радиальные проборы у нас уже идут здесь. Это для того, чтобы вы видели, конечно же, вашу длину и не ошиблись. Чем мельче, чем тоньше вы делаете проборы, тем более точная стрижка у вас получается. Ну и в самом начале вы видели, я свою модель красила. Я использовала краситель Goldwell. Использовала ряд спец-блонд. Пропорцию смешивания, если, конечно, вас интересует цвет, вы пишите. Я вам напишу, расскажу. Значит, спец-блонд это достаточно сложная тема. Боятся парикмахеры у нас работать рядом спец-блонд или ультра-блонд, как они называются. Но приходите ко мне на учебу, я вам объясню. И вы будете легко пользоваться уже этим красителем. И правильный подбор красителя дает вам сразу одновременно отличный итог. То есть дает цвет. А все время как бы говорят, что вот цвет не получается. Это потому, что не умеете правильно выбирать краситель. У нас спец-блонды это действительно отдельная тема. Вы просто должны понимать, как он работает. И тогда все будет просто. Не надо его бояться. Это прекрасный краситель. И также, когда мы с вами используем даже 12% окислитель, не будем, наверное, углубляться. Но 12% окислитель это не значит травма для волос. Это значит, что в краске содержится больше аммиака. И его надо полностью израсходовать. Вот только лишь поэтому мы используем в спец-блондах и 9% и 12% окислитель. И наоборот, нельзя использовать маленькие окислители. Потому что аммиак весь не выработается, а останется в волосе. Что, конечно же, испортит волос. Так что все более подробно я вам буду рассказывать. Приходите на обучение. Значит, здесь по поводу у нас височка. Мы с вами взяли прядь за ухом с затылочной зоной. Она у нас являлась с вами контрольной прядью для височка. И переходим. Видели, да, уже равномерные у меня были проборчики. То есть мы с вами переходим. Здесь я показываю. Видите, снова мы берем прядь за ушком. И дальше соединяем следующий блок. У нас с вами переходящие проборы. Стрижем. Вот, видите, да. Мы с вами переходящими проборами стрижем. И только последняя прядь у лица у нас подтягивается к предыдущей пряди. То есть я делаю удлинение. У нас удлинение идет на правую сторону. Потому что я решила, что мы сделаем легкую асимметрию у лица. Видите, какая была достаточно длинная стрижка. Стрезаю я много. Стрижку эту мы придумываем, как вы понимаете, на ходу. Я ее не повторяю. То есть это для моей модели впервые. Что эксклюзивный вариант. Из первых рук. Сейчас, видите, идет у меня проверка. Обязательно сводите зоны. Во всяком случае, эти стрижки, которые я стригую, здесь действительно требуется сведение зон. Чтобы не торчало нигде никаких лишних прядей. Есть стрижки с несведенными зонами. Вот эти стрижки, которые я вам показываю, я свожу зоны. Эти стрижки более удобны в носке. Вот опять я вам показываю, что контрольная прядь у меня за ушком. Разделили, взяли. Подтягиваем контрольную прядь и последнюю прядку мы будем подтягивать уже. Немножко легкое удлинение было. Сразу же стрижете зубчиками для того, чтобы смягчить срез. Проверяете обязательно лево-право. Длина должна быть у нас одинаковая слева-справа. Каждый раз я вам напоминаю, что точность стрижки, как девушка ваша будет носить эту стрижку, определяет именно четкостью выполненной вами работы. Еще раз повторю, не ленитесь, пожалуйста. Проверяйте каждую прядь, простриженную вами. Опять же, мы открываем следующую нашу зону. Мы берем прядь за ушком, это как контрольная прядь. Она у нас сквозь прядку видна. И чем тоньше вы сделаете прядь, тем лучше будет видна у вас уже простриженная вами прядка. Конечно же, если вы будете брать толстые пряди, то прядку контрольную видно будет плохо. Как вы видели, там я показала, что контрольные прядки все равно, если вы делаете диагональные проборы, остаются видны. И вам всего лишь надо будет соединить тогда две линии, верхнюю и нижнюю. Все делаете правильно. Ну и опять же, как видите, я проверяю уже простриженный мною блок. Проверяю в разных плоскостях, чтобы все-таки волосы у меня ложились идеально. И так как мы стригли с вами отдельными блоками, у нас затылок, макушка, виски, все я свожу на уровне соединения этих блоков. Но если вам где-то что-то не нравится, видите, вот в данном случае я решила подправить затылочную зону. Вот здесь, видите, налаживаю, все как хорошо видно близко. Видите, вот здесь я увидела треугольничек, который я не заметила ранее, и простригла его. И прям четко видно, что каким методом я стригу, и как это отражается на стрижке. Достаточно мягкая получается стрижка, пушистая и объемная. Ну и переходим теперь на топ-зону, на теменную зону. О, какая у нас была длинная челка. Сейчас мы с ней простимся. Так, по поводу красок. Сейчас я вам расскажу. Значит, смотрите, определяете опять же, вот, 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 видите, да? Я, как всегда, определяю рост волос. В какую сторону растут волосы? Налево, направо? Где рассыпаются, где не рассыпаются? Так, как я вам говорила, что у меня будет легкое удлинение, значит, соответственно, я должна определить самую короткую прядь, которая будет у нас и являться контрольной прядью. Мы с вами натягиваем, значит, отделяем, натягиваем перпендикулярно голове и начинаем простригать. Берем за контрольную длину, длину именно с макушечной зоны. Значит так, у нас с вами натяжение контрольной пряди идет 90 к голове. Срез у нас острый. Смотрите, я не держу параллельно полу. Я делаю легкое удлинение к лицу. Обратите внимание, тут не 45 градусов, конечно, но получается, что градусов, наверное, 30 я отклонилась от нормы. Что мне это дает? Так как у моей модели не очень правильный рост у лица, знаете, это еще называют теленок залезал, это дает мне сыграть тогда длиной у лица, когда я буду делать окантовку, то есть когда я буду делать челку. Я, естественно, ее еще подрежу. Ну и плюс дает мне все-таки легкое удлинение. Та сторона, где у меня длинная, она просто в высушенном виде сильно приподнимается и создает эффект как бы ровности, ровной челки. Это тоже определило вот эту мою легкую асимметрию. Поэтому вы, конечно, учитывайте особенности вашего клиента и у вас все будет отлично. Как вы обратили внимание, все волосы я подчесываю слева и справа к своей контрольной пряди, той, которая самая короткая. Не определишь, на какой она длине стоит, на какой ширине. Там, где вы определили контрольную прядь, вот к ней все и подчесываете, слева и справа. И, конечно же, после того, как вы простригли, будем теперь соединять наши виски и топ-зону. Ну и потом дорабатывать челку. Значит, по поводу красок я вам не договорила. Значит, чтобы сделать краски более мягкие, то есть менее вредные для волос, более щадящие, я пользуюсь Laona Lab. Это кератин. Я добавляю его в красители. Но если это будет дорого для ваших клиентов, то пользуйтесь Constant Delight. У них есть мусс с трубями. Используйте и добавляйте его также в краситель. Если вы сами не разберетесь, как пользоваться, ну, задавайте мне вопросы, я вам расскажу. Мне очень нравятся эти два средства. Я их использую постоянно. Они не меняют цвет, они не замедляют работу красителя. То есть идеально для всех типов красителей. Так что вам рекомендую. Значит, если вы хотите приобрести, то у меня там есть в описании номер для скидки в Laona Lab. Ну и ссылка, конечно же. Вот как видите, я все подтягивала назад. И это как бы сводило таким образом челку. Да, видите, я вам показываю, что свожу. Натяжение у меня там сзади идет 95, то есть перпендикулярно к нашей макушке. Это для того, чтобы мы не зарезали длину, которую я запланировала оставить по длине. Переходите на левую сторону. Также сводим. Там у нас есть маленький треугольничек. Я сейчас вам его покажу. Вот он, видите. И мы с вами также мягенько его сводим. Но здесь сторона у нас покороче. Поэтому вы немножко оттягивайте назад. Не сильно, а немножко. У вас получится практически перпендикулярно к голове, но с легким отклонением назад. У лица старайтесь не зарезать. У лица все-таки подтягивайте волосы к затылку. Не надо стричь вперед, потому что у нас не настолько короткая челка. Вот обратите внимание, как она выглядит в мокром виде. Ну и теперь уже дорабатывайте длину. Так как челка у нас сама по себе не очень густая, но рост волос таков. Я же создала, как вы видели, срез острый, что дает мне легкое удлинение. А соответственно, когда вы делаете окантовку у челки, дает дополнительную тяжесть. Тоже пользуйтесь этим методом, методом обманки. Все простригаем мы зубчатым срезом поинтингом для того, чтобы у вас сразу же красиво все рассыпалось. Проверяйте длину лица. Не забывайте, не ленитесь. На каждом этапе мы с вами проверяем длину. Дорабатывайте окантовку. В височки должны входить красиво. нигде ничего не торчит. Здесь, как я вам рассказывала в самом начале, метод поинтинг, видите, я делаю мелкие зубчики, то есть неглубокие. И теперь, так как мы с вами, у нас контрольная прядь не по центру, она чуть-чуть смещена левее, я поднимаю все волосы на уровень контрольной пряди нашей и чуть-чуть облегчаю самый кончик челки для того, чтобы появилась легкая грубировка, то есть опять же легкость и воздушность. Дальше мы с вами высушиваем волосы, ну, приблизительно оставляем влажности где-то процентов 15-20. Берем брашинг и направляем, то есть немного расправляем, вытягиваем кончик для того, чтобы нам дальше уже завершить стрижку и отфилировать, то есть доработать на сухую. Дорабатываем на сухую, вы сейчас это увидите. А я вам, наверное, тогда напомню о том, что я провожу обучение по колористике, по стрижкам, вечерним прическам. Неважно, что вы с нуля, неважно, что вы рабочий мастер, у вас много вопросов. Мы можем с вами разработать там разные методики, то есть если вам нужно что-то отдельно доработать, значит, соответственно, отдельно будем дорабатывать. То есть это все по договоренности. Теорию мы можем с вами проходить онлайн, практику, конечно, надо встречаться. Поэтому вы выбираете, решайте сами. Пишите, звоните. Я всегда вам расскажу. Видите, на сухую я уже начала дорабатывать. Использую методы филировки все. Здесь я использую, как видите, и слайсинг, и поинт кат. И хоть я и не люблю филировочные ножницы в женских стрижках, так как у меня затылок практически тушевка, если вы видели, коротенький, я все-таки возьму и немножко доработаю филировочными ножницами затылок, для того, чтобы еще мягче его сделать. Так что обратите сейчас на это внимание. Так, давайте теперь подведем с вами итог. Значит, филировку я использую филировочные методы все. То есть у нас с вами идет слайсинг, поинтинг, поинтинг на пальцах, поинтинг на расческу. Дальше идет поинт кат, да, и тушевка филировочными ножницами. Не тушевка, а филировка филировочными ножницами. Масло масляное. Но я думаю, вы все понимаете. Видите, достаточно глубокий поинтинг я такой делаю для филировки, для того, чтобы мы придали стрижке такую текстуру, структуру. И, значит, давайте повторим о формах, которые мы с вами соединяли. Значит, у нас затылок это градуированная форма, макушка у нас равномерная форма, дальше топ-зона у нас каскад, каскадная форма с асимметрией. То есть челка у нас с вами асимметрия. Используйте, пожалуйста, форму, для этого вам надо их просто четко знать. Так что приходите, я вас научу, и вы будете разбираться в стрижках, как она выглядит и как ее стричь. это сначала кажется сложным. Я научу вас читать стрижки, и вы будете понимать, как подстрижена каждая, любая стрижка. Так что приходите, я буду, конечно же, вас рада видеть. Спасибо за то, что вы меня смотрите. Я очень вам благодарна за ваши вопросы, за ваши отзывы. Я вас всех очень люблю, и мне приятно, что вам нравится мой канал. подписывайтесь, пожалуйста, на него. Спрашивайте, не стесняйтесь, отвечу на все вопросы, вас интересующие. Ну, конечно же, в пределах разумного. Видите, я использую как раз филировочные ножницы. но филировочные ножницы не заводите глубоко. Мне не нужен срез, мне нужно всего лишь смягчение, а значит, соответственно, только по краешкам, только по кончикам. И у вас получается такая очень мягкая, шикарная длиня на затылке. Прямо ее даже будет приятно гладить, трогать, очень нежная. Может, пушистая и мягкая. Я на этом буду прощаться. Жду вас всех на обучение. Пишите, задавайте вопросы. Хорошего вам вечера, дня, ночи, утра. В общем, хорошего вам настроения. Всем пока-пока! Ну, а вы досматривайте ролик, потому что в самом конце будет вид со всех сторон этой стрижки. И не забывайте, после того, когда мы с вами отфилировали, остается очень много мелких волос. Не забывайте сдуть феном. Не надо второй раз мыть. Но если, конечно, короткие волосы, вы можете помыть второй раз девушку свою. Но все-таки, как правило, они торопятся. Два раза мыть мы девушек не моем. Поэтому обязательно сдуйте все очень хорошо с волос, для того, чтобы потом не было щекотно и ничего не чесалось. Все, на этом точно все. Смотрите до конца. и подписывайтесь на меня. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok